а сейчас на пальцах в чем магия есть пустая банка без верхней крышки в нее кладется шарик у нас его называют азотная капсула создатели его называют виджет эту штуку очень долго придумывали разрабатывали и даже есть патент но давайте к сути виджет это пластиковая сфера с очень маленьким отверстием которое создается лазером в банку с шариком заливается холодное пиво которое уже перенасыщено азотом и углекислым газом до углекислый газ тоже есть без него никак его обычно используют для газации именно потому что он не так быстро улетучивается в отличие как раз от азота который почти сразу же норовит вырваться в атмосферу после заполнения пивом в банку вливается дополнительно жидкий азот и накрывается сверху крышка при этом шарик естественно плавает на поверхности после этого происходит пастеризация банки за счет нагрева до 60 градусов естественно при такой температуре азота с жидкого состояния переходит в газообразное и в банке растет давление постепенно в шарик попадает смесь пиво углекислого газа и азота поэтому когда банка доходит до потребителя внутри следующая ситуация пиво под давлением со створенным углекислым газом и азотом на поверхности пиво плавает шарик внутри которого немного пива и газовой смеси оставшиеся место занимает уже газообразный азот и немного углекислого газа при этом давление внутри банки и внутри шарика одинаковое это самое важное. Когда происходит вскрытие, то давление внутри банки резко падает, так как оно моментально выравнивается с атмосферным из-за большого отверстия в крышке, в то время как давление внутри шарика из-за маленького отверстия падает намного медленнее. Для компенсации давления пиво вместе с азотом начинает выходить через отверстие в шарика. При этом за счет такого выброса шарик уставляется в обратную сторону и начинает дико вращаться внутри банки, тем самым перемешивает пиво. Растворенный в пиве азот начинает резко высвобождаться из-за перемешивания, создавая кучу пузырьков. И когда мы наливаем это пиво в бокал, мы и видим результат бешенства шарика внутри банки. Кстати, из-за того, что пузырьки азота намного меньше, чем пузырьки углекислого газа, то они создают эту замечательную пенную шапку, свойственную пиву Гиннес. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписка на канал, колокольчик. Всем спасибо, всем пока!